Государственный архив Брестской области носит гордое звание миллионника, фонды которого постоянно пополняются. На данный момент в архиво-хранилище насчитывается более миллиона деловых бумаг, исторический диапазон которых начинается со времен польского Бреста над Бугом, охватывает годы немецкой оккупации, советский период и заканчивается сегодняшним днем. Свыше 50 сотрудников архива ежедневно обрабатывают и реставрируют десятки, а то и сотни документов, в том числе на польском и на немецком языках, без знания которых изучить содержимое невозможно, ведь каждый экземпляр является живым фактом отдельно взятой истории того или иного человека. Именно поэтому бумажные раритеты вызывают интерес не только ученого, но и у простого обывателя. Документы наши востребованы с разных сторон. Это, конечно, и историки, и краеведы, и журналисты очень интересуются нашими документами, историей, которой занимается история Брещина. Ну и каждого, любого человека может заинтересовать наши документы. Например, человек идет на пенсию, а он работал в обкоме или горкоме партии. Понятно, он обратится к нам для того, чтобы получить справку о заработной плате, справку о стаже, для того, чтобы могли ему начислить пенсию. Лидия Романович и Мария Гуралюк – работники отдела использования и публикации документов. Казалось бы, Лидия Ригорьевна – сотрудник с 47-летним стажем, в то время как Мария работает в архиве всего три года. Однако молодого и опытного архивистов объединяет одно – жажда открытий. Ведь листая страницы, испещенные рукой польского или советского чиновников, они совершают увлекательное путешествие во времени, пропуская через себя историю того или иного события и человека. Порой для того, чтобы отыскать нужные биографические сведения, приходится изучить не один документ. Бывают такие запросы, что ты перелистала очень большую кипу документов, и ты ничего не нашла. Но что-то тебе подсказывает, что что-то есть все равно. И вот в последнем документе ты находишь то, что тебе надо. И терпение здесь очень играет большую роль. Архив для меня – это жизнь моя, потому что я иду сюда с удовольствием. Это место моих творческих планов. Это место, где создается у меня настроение. Иногда оно грустное, а иногда оно очень радостное. Это место открытий. Это чудный коллектив, в котором я работаю. Это молодежь, которая пришла сейчас в настоящее время и точно так же мыслит, как и я. Работают очень внимательно, талантливые люди. И с ними очень приятно работать, передавать свой опыт. Кроме увлекательной работы с первоисточниками, сотрудники отдела занимаются подготовкой научных статей, сборников и выставок. Одной из них стала экспозиция «Они хотели жить», посвященная жертвам Второй мировой войны. На триптихе фотографии текста жизнь внезапно оборвалась по воле немецких оккупантов. К слову, листая ту или иную опись, случайные посетители архива находят фотоснимки с изображением своих родных. Часто это узники гетто. Когда на базе архива проходили съемки документального фильма «Брестское гетто», который снимали московские кинодокументалисты, и пригласили на съемки, был главным героем Роман Левин, бывший узник Брестского гетто, которому одному из немногих удалось уцелеть в тот страшный период. Из тысячи жителей Бреста уцелело там единицы, можно сказать. Вот он был одним из них. И когда просматривали вот эти протоколы, их сохранилось более 12 тысяч, и он сам обнаружил протокол выдачи своей матери, увидел ее фотографию, конечно, он ее узнал. История государственного архива Брестской области насчитывает 73 года. Поэтому это учреждение можно назвать хранилищем исторической памяти. Ведь даже самый маленький архив может хранить в себе важные документы. А кто владеет информацией, тот владеет миром.